еще раз он подвела камера вернее приложение microsoft пиксель на айфоне решил снять через него она писала писала час рассказывал что я помню она ни хрена не сохранила поэтому второй результат уже будет неважной мыслей я не помню какие были ну фактор что плата тоже подопытная H310 gaming hardtick процессор G5500 бюджетный и карточка на данный момент nvidia стоит 730 также в качестве эксперимента ssd м2 это адата 120 ну плата ее хорошо увидела к тому же как рекомендована она у них в списке вот работает он сейчас он лежа снял крышку я просто экспериментировал с дисками установил на внешний диск саташный сначала были проблемы при установке вот потом я решил поставить установить на уже на m2 ну или эксперимента потому что она сейчас его закреплю снимает она не снимает непонятно вот так вот на саташном я установил на файловую систему hfs plus mohavi 14.1 вот на м2 я установил на файловую систему applefs и уже вернее как установил я сначала туда поставил хайсеру посмотреть как в ней есть ли еще поддержка встроена nvidia хоть какая-то нихрена там нету поэтому обновился вот прям из-под системы на новую уже вышло 14.2 но не чуть-чуть лучше поддержка nvidia ну как лучше может потому что после переустановки ну по крайней мере я пару раз перезагрузился загрузилась без потухшего экрана обычно видео загружается экран тухнет но ходит в какой-то сон и тому подобное вот здесь она вроде бы загрузилась нормально но он определил процессор частота та же 3.8 как i5 хотя это я же говорю g5 500 вот бюджетный процессор mac модель какую я оставил тут 18.2 ну я пробовал 18.1 и 18.3 в общем то и какие только не перепробовал в процессе установки что он видит вот видит этот диск когда-то на котором сейчас система из того что здесь есть избежки видит хотя вот через этот адаптер сама клавиатура похоже не особо работает не работает что гудит так графика пока nvidia засунул потому что 630 завести мне полноценно не удалось может попозже как-то помучаюсь но пока что то мне хватило поиска проблемы почему вообще в принципе на эту плату у меня не получалось установить я долго вычитывал и пока не понял в чем проблема звук у меня стоит здесь внешняя карточка моя 44 x 3 она пися экспрессная x1 и отлично работает звук хороший поэтому со звуком я тоже заводка меня контролер сетевой новый тот же intel овский здесь стоит со своим идентификатором новым поэтому пришлось чуть-чуть подредактировать кексы расширения под этот эзернет память память тоже скажем так в биосе мало того что не определяется но естественная система не определяется хотя это гудрамовская память новенькая белая но почему-то так вот она не тестировалась производителем и вот так она и видит ну так больше тут из оборудование ничего особо нет монитор также он видит неправильно 28 дюймов она увидит как 30 надо редактировать файл хранилище хранилище также планирую поставить сюда на второй раздел этого диска я его разбил на две части 8 хочу поставить попробовать в ней будут драйвера эти расширенного хост-контроллера видны южного моста или нет для интереса потому что в десятке да они видны и десятка как бы драйвера на сайте есть а вот восьмерочных нету там но интерес есть семерки она так и не увидела ну вот в общем так это версия 14 2 проблема была что невозможно было установить систему на эту плату ошибки сыпались постоянно остановка прекращалась на nv-рам какая-то variable то есть переменная памяти какая-то не найдена распространенная ошибка пока я не вычитал почему это происходит это первый раз у меня такое случилось поэтому ушло на это много времени пока не понял что достаточно было понизить версию биос а вот перепрошил биос наново чуть чуть ниже версию и тогда пошла установка а до этого какая-то блокировка непонятная была и она тупо на этой ошибке это именно про ошибка как называется но не программная аппаратная потому что видно что именно где-то не состыковка по железу но чувствуется так когда во время установки что он что-то не видит и что-то ему не дает установиться я и биос настройки баловался там разные ну в принципе не первый раз и на 110 чипсетах все же нормально шло вот работает не в полную мощность потому что полного 730 поддержки полной нет ну крутит видео не знаю что тут запустить звук хороший потому что она карточка отличнейшая ну чтоб не блокировали а звук лучше не включать там сафари вроде тоже работает не так как скажем на 630 если заведешь с какими-то фризами здесь и вроде все как быстро и нормально успевает обрабатывать youtube здесь тоже показывает нормально карточка у нее свой есть драйвер чем хорошо не надо ее заводить звуковая и звук хороший из приложение но они вот немножко видно замедлением допускаются вот я сейчас гляну сколько по времени потому что первый раз не сохранила программа 10 минут можно еще попробовать чуть дольше потому что не хочется чтоб опять не сохранила и опять выдумывать вспоминать при загрузке ну покажу в принципе что у меня в папке это копия в расширениях Ethernet text пришлось редактировать добавлять идентификатор этот понятно вот этот я так и не понял зачем чек кофе чек дизеблер тоже какой-то блокировщик что вот это что вот это что вот это это USB 3.0 в принципе достаточно одного в этом по-моему есть идентификатор но я же я пробовал это на SATA тоже там добавлять надо идентификатор к этой новой плате ну вручную потому что они чуть отличаются чтобы диски хорошо саташные работали на HSI вот этом контроллере вот в основном этот расширение но это костыль для пока месяц чтоб процессор работал эти два это для графики используют и для звука они мне пока особо не уперлись по драйверам да пришлось этот драйвер ставить так как applefs система здесь пришлось ставить вот этот вот потому что загрузчик изначально не видел раздел с NVME вот этот или вот этот какой то из них я оба добавил вот то же самое когда это HFS плюс вот драйвер тоже должен быть если на разделе на другом я подключал сразу два-три диска чтоб он видели друг друга ну вот так вот вот так вот